начнем пожалуй всем привет я рад приветствовать всех у себя на канале мы как всегда говорим об алкоголе и обо всем что связано с ним сегодня не будет исключения сегодня будем говорить об алкоголе сегодня будем говорить о виске ну и прежде чем перейти непосредственно к самому видео как всегда хочу у вас попросить об одолжении обязательно подписывайтесь на канал те кто не подписан обязательно подписывайтесь потому что вижу что многие кто смотрит видео не подписан на канал ставьте обязательно колокольчик вам будет приходить и уведомления вы будете знать когда вышло новое видео в новое видео выходит достаточно часто если мы говорим про шорсы если говорим про длинные видео то это раз в неделю возможно будущем будет по чаще и обязательно конечно же оставляйте комментарии это очень важно это обратная связь это помогает делать следующие видео более качественными также подписывайтесь на телеканал телеканал почему она постоянно назвали телеканал на канал в дзене ссылка по и будет в описании там помимо видео формата будет еще текстовые статьи сейчас немножко с текстом притормозил но будет обязательно потому что мне нравится формат писать просто сейчас не особо много времени на написание статьи это занимает даже чуть больше времени чем видео так и обязательно подписывайтесь на telegram telegram тоже ссылка будет в описании там мы говорим в основном о акциях там акционные скидочные всякие предложения то есть можете перейти и возможно что-то купите для себя по более-менее адекватной цене вот на этом все переходим к видео о напитках сегодня поговорим о гордом представителе японского стиля о японском виски попробуем этот напиток и поймем или все-таки хороший напиток надеюсь что после этого видео мне не придется делать характере к напитку знакомьтесь тенджаку пур молд хочу поблагодарить александра моего товарища за то что мне предоставил этот напиток на обзор саня привет спасибо за тенджаку и хочу перед тем как непосредственно перейти к напитку немножко поговорить о самой компании которая производит этот замечательные виски компания на самом деле достаточно молодая работая 2012 года канап компания называется минами alps wine and beverage помимо того что они выпускают виски они выпускают джин водка и как уж ни странно минеральные воды уникальность этой компании в том что она находится около горы фузияма и соответственно воду которую они берут она проходит естественную фильтрацию через вулканические породы соответственно у него достаточно уникальный минеральный состав этой воды и это собственно говоря хорошо влияет на качество собственно всех напитков которые выпускает эта компания вот в общем а компания на самом деле больше сказать то и нечего компания достаточно молодая надеюсь что у них появится более широкий спектр различного различной продукции в будущем и более возрастные напитки в принципе можно переходить к напитку это будет самое интересное ну давайте теперь о самом напитке что за напиток что за зверь вообще это пор молд что такое пор молд это blended молд если говорить такими более привычными словами то есть это купаж солодовых спиртов спирты от возрастом от 3 до 8 лет это нас крепость 43 градуса используется сахарный колер потому что ну принципе это видно по цвету что колер присутствует и выдерживается бочка из-под бурбона какие виды спирты из каких винокурин честно говоря не нашел информацию поэтому мы не знаем ну надеемся что это какие-то достаточно интересные винокурни из японии но это все винокурни которые находятся на территории японии вот в принципе наверное вот основная информация напитки давайте поговорим о внешнем виде этого напитка на самом деле он продается в коробке в такой черной красивой но коробки у меня нет мне просто подогнали так скажем бутылочку и принципе коробка для меня она как бы не имеет никакого значения но если берете на подарок она выглядит достаточно стильно в таком минималистичном японском красивом стиле в черном свете в общем все здорово очень похоже вот на и как раз на этикетку бутылка этикетка выполнена очень интересно здесь текстурирована такая бумага как кора очень очень классно очень здорово ски мне нравится структура мне нравится вот такое лаконичное достаточно оформление золото серебро иероглифы достаточно все просто но при этом классно вот мне нравится тут журавель который тенджаку собственно говоря что написано бутылки на пор молд понятно это бленд лучших и деликатных содовых спиртов тогда если перевожу мой английский конечно не perfect но то что я могу перевести я перевел так виски давайте почитаем что за написано сзади на контр этикетке сама вы давайте по форме бутылки сама форма бутылки достаточно простая ничего тут такого прям интересного нет единственное мне не нравится что здесь используется вот такая пластиковая закрывашка она очень простая простая пластиковая на каких-то знаете прям каких-то бюджетных бурбонах такой используется это прям выглядит ну конечно не очень хорошо если какая-то была пробка это конечно выглядел более солидно прям пластику даже если был металл для меня это более предпочтительный чем пластик вот не люблю пластик пластиковые закрывашки закрутки крышки так давайте почитаем что написано сзади на контр этикетке здесь российская контр этикетка поверху иностранной виски японские солодовые объемная доля тела спирта 43 процента объем 07 дата разлива 4 0 8 22 если для кого-то важно то что многие пишут что говори пожалуйста дату разлива потому что видимо хотят подобрать по тот вот этот напиток который я про который обозревает чтобы если по вкусу это было ну более сопоставим потому что бывает что партия партия к партию вкус разница у многих почему-то ну на самом деле бывает такое но возможно конечно тут работает еще и субъективный фактор поэтому ладно в этом не будем спорить это как бы такой один это тема для отдельного ролика так давайте дальше так происхождение поня выдержка виски не менее трех лет хотя тут от трех до восьми я нашел информацию энергетическая ценность нас не интересует состав смесь рисковых солодовых выдержанных не менее трех лет 10 латов исправленная вода пищевой краситель сахарный колер в принципе все изготовителя минами алпс но то что я проговаривал уже так ну принципе вся остальная информация нас особо не интересует есть больше особо говорить не о чем давайте переходить к самому напитку будем его пробовать нюхать в общем будем еще и будем сравнивать скорее всего чем-нибудь сейчас мы попробуем и поймем чем лучше всего сравнить в общем поехали ну что же можем налить сейчас давайте попробуем на нос и определим чем его можно сравнить на что это будет более-менее похоже чтобы это у нас было такое сравнение более-менее похожих продуктов так наливаем закрываем и пробуем ну давайте пока как бы сейчас опишу немножко нос на самом деле очень сдержанный здесь как-то все не выражено очень не выражено очень такой деликатный какие-то дубовые тона и солодовые тона вот на самом деле как бы прям каких-то выбивающихся нот нет но он такой достаточно сдержанный ну все это японском стиле они на самом деле любят баланс они любят как бы когда все вот такое не выпирающая все ровненько и вот в этом как бы фишка так скажем японцев хотя у них конечно разы или лесную но если брать вот так основная черта это сдержанность сдержанности баланс так знаете папа по воспоминаниям мне напоминает что-то это наверное вот ближе к таким базовым солодовым виски типа наверное ну муж крэби с ярдхэт вот что-то в ту сторону может там ну там нет а на улину поярче он там на что-то ближе к ребят давайте знаете для чистоты эксперимента сравним с крэби с ярдхэт это будет наверно мне кажется интересно в общем нам потанция бутылочка и собственно говоря дополнительный стаканчик ну крэби с ярдхэт уже как бы было несколько обзоров на канале вот здесь вот здесь сейчас появится ссылочка можете перейти посмотреть более полноценный обзор на крэби с ярдхэт про него мы говорить особо не будем будем только его сравнивать стенджакку так нальем собственно говоря вот сюда правый стаканчик нашей крэби с принципе они достаточно в равных позициях находится этот этот уже бутылки на находится какое-то определенное время они уже прошли небольшую рацию в общем они как бы подышали все хорошо им принципе время для раскрытия уже никакого не надо давайте начнем стенджаку более подробно да ну еще раз повторюсь деликатный очень сбалансировано какое-то зеленое яблоко выползает очень легкая такая ванилька какая-то очень легкая и какие-то знаете легкая такая минеральность когда такая свежесть спиртоза присутствует но она не сильно выпирающая хотя на старте когда вот мой товарищ открывал эту бутылку когда он ее покупал он пробовал он говорил что спиртоза достаточно высокая на открытии не знаю не пробовал поэтому не могу сказать но вот когда он отстоялся он достаточно неплох ну по плане спиртозности на самом деле очень очень сбалансирована очень сдержанно так все как-то прям вот как как закрытый но ладно давайте теперь это крабис крабис ярдхэд ну тут на нос конечно чуть попроще здесь больше каких-то вот такого знаете кого-то сурового теста вылезло какой-то знаете такой дуб больше дуб дуба ну яблоко здесь тоже есть но здесь яблоко не зеленое такое но более на красное какое-то более такое сладкое и здесь больше бражных нот больше вот бражных нот спиртозность плюс-минус на вот одном уровне стенджаку тоже они не сильно критично да здесь как бы больше такой дуб хлебный тона такого на даже не хлебные а вот какое-то суровое тесто такая легкая бражность красное яблочко и чуть ванильки на это основные основные так скажем черты давайте наверно попробуем что у нас здесь тенджаку пур молд на вкус более кусачий чем нос более такой чуть-чуть спиртозники очень сильно повторять на самом деле нос зеленое какое-то яблоко какие-то минеральные тона появилась какая-то такая свежескошная трава что ли но при этом он достаточно такой маслянистый для своего возраста и какая-то карамельная еще тематика так выпирает в послевкусие уходит непонятно еще раз попробую послевкусие на самом деле слабоватенько послевкусие уходит какие-то дуб карамель и чуть-чуть какая-то такая травянистая тематика ну не так чтобы прям сильно хорошо так скажем хотелось бы больше с учетом его стоимости стоимость а он нифига не дешевая но об этом мы поговорим в итоге так давайте попробуем теперь крэби с ядхет в принципе крэби с ядхет мы уже говорили не раз вкус на самом деле повторяет нос какое-то красное спелое яблоко бражная тематика вот такое тесто или хлеба даже может быть такого свеже испеченного пар проскакивает какая-то травянистая тематика такой но травы как бы не зеленая как здесь свежая такой на липо жукла чуть-чуть такой сухой а уходит все это в дуб и какой-то тоже хлебную такую тематику дуб хлебно-бражная такая тематика какая-то и дубовая тоже достаточно простой короткий финиш прямо очень короткий и здесь тоже короткий вот такая история непонятно давайте на если смысл давать и ладно пусть 10 минут поставят еще раз попробуем будет прям просто ради интереса что же прошло даже не 10 15 минут давайте еще раз попробуем тенджаку и сравним как глуби попробуем описать вот в чем их собственно говоря разница без изменений изменения принципе никаких не произошло все что описывал так же и осталось то есть как бы какая-то легкая минеральность дуб карамелька яблочко зеленая травянистость вот это основная тематика она достаточно сбалансирован то есть нет каких-то прям сильно выпирающих как бы вот этих нот которые называю не как бы вот такие все на грани где-то находится то есть они так между собой сбалансированы где-то так из одного другое перескакивает но прям не ярко выражено не ярко ну и крабис ну то тоже не поменялся принципе я не ждал что он изменится здесь бы такая легкая бражность пожухлая какая-то такая сухая трава буду яблочко спелая ну может какая-то бражность я уже говорил да пробавлюсь такого суровой какой-то тесно может быть но он такой легкой переходящий какой-то свежий хлеб вот такой вот такое что то где-то вот между этим прыгать фиши короткие там и там особых изменений нет ладно давайте переходить к выводам особо то больше сказать нечего выводы давайте начнем выводы с цен вот это крабис ярко стоит ординарная цена 2000 рублей бывает по акции гораздо дешевле то есть можно взять там полторы тысяча двести тысяча триста в общем ищите точно какой-то сетей он будет по акции единственная как бы непонятная ситуация с разными бутылками потому что они выпускаются в разных трех разных бутылках говорят что не сильно отличается между собой эти три релиза в трех разных бутылках не знаю не сравнивал хлоп поэтому не могу сказать свое адекватное мнение по этому поводу найду куплю как-нибудь точно сравню потому что на самом деле интересно я покупал метро нормального качества не могу ничего сказать прям плохого о нем тенджаку стоимость его ординарная в районе 4000 рублей в зависимости от сети то есть может быть чуть дешевле может быть там в районе там трех четырех двести четырех триста обычно дешевле там ты 500 3 700 в зависимости от сети от сети но дешевле 3000 честно говоря его давно не видел хотя раньше он стоил там дешевле гораздо но сейчас все сложно сценами каша все видели в магазинах сэн и цены каш подняли в облака если бы их увидел на полках в одну цену я бы взял конечно тенджаку он конечно чуть поярче в нем больше интересных нот он более такой сбалансированный и в нем нет бражности он как бы не вот здесь как бы если крабис ярко отвечает такая бражность на любителя как бы кому-то это прямо очень нравится кому-то заходит конечно но она мне не очень нравится но вот здесь ее нет она была более приятная спиртозность плюс-минус на уровне то есть она как бы не сильно там отличается по спиртозности вот что еще могу сказать да принципе хочу еще говорить по поводу этих напитков наверно уже самое основное сказал за эту цену 4000 можно взять ну гораздо большее количество интересных напитках как по мне это мое сугубо личное мнение не пишите в комментариях что вот ты ничего не понимаешь у нас у каждого из вас из из нас настроены по разному рецепторы и свои вкусовые предпочтения кому-то нравится одно кому-то нравится другую я говорю свою личную личное мнение как бы она может не совпадать с вашим это нормально здесь ничего такого нет это не значит что мне кто-то что-то занесли кто-то что заплатил это просто у меня вот такие вкусовые предпочтения и не более того не ищите так скажем двойного дна там где ничего нет вот об эту цену можно купить и глэн тернер и глэн морей и чё еще может там на вули можно взять и мост берн можно взять это плюс-минус в одном же ценовом диапазоне и как по мне эти напитки выигрывает в этой цене у тенджаку тенджаку хороший но цена на него не оправдана высока он должен стоить дешевле вот если бы он стоил в районе двух тысяч там двух пятиста ординарная цена это был бы хороший напиток в эту цену я бы мог его рекомендовать но за четыре тысячи если смысл переплачивать за какие-то там такие маленькие нюансы если можно взять тоже самый крэби с ярдхет в двух две бутылки а это одну или взять на крэби с ярдхет и еще что-нибудь взять там поискать там на улице конечно с ним сложно но бывает где-то проскакивает в редких местах так скажем в общем да выбирать конечно же вам я лишь сказал свое мнение на этом видео подходит концу хочу еще вам сказать что на следующей неделе скорее всего будет очень интересное видео это видео будет благодаря моему дорогому подписчику александру в общем это пусть будет небольшая интрига о чем будет видео увидите на следующей неделе всем пока до новых встреч субтитров и субтитров александр